Здравствуйте! В эфире новости на своем студии Роман Выстараб и в этом выпуске вас ожидает. Развитие туристической инфраструктуры Кабминвод и новые экономические зоны. На Ставрополе с рабочей поездкой Максим Решетников, министр экономического развития страны. Подробности в сюжете у Богдана Решетникова. Детские изобретения. Как разработки невдомысских школьников помогают менять мир? Комфортная среда. Какие преображения ждут сквер в городе Зеленокомске? В Ставрополе с рабочей поездкой посетил министр экономического развития России Максим Решетников. Вместе с губернатором Владимиром Владимировым, главами НЭКа страны, провел совещание, на котором обсудили стратегический потенциал региона. Одной из главных тем стало развитие курортной инфраструктуры в городах Кабминвод. Как еще можно улучшить экономику края? Ответы в сюжете Богдана Решетникова. Ставропольские курорты – одни из старейших в стране. Первые упоминания о полезных свойствах источников Кабминвод датированы еще во времена правления Петра I. А уже в XIX веке люди со всей страны направлялись на лечение на территорию КМВ. Во времена Великой Отечественной там действовали 98 санаториев, которые занимались лечением раненых бойцов. Статус всероссийской здравницы Кавказские минеральные воды сохраняет и в наши дни. Курорты регулярно обновляются, что делает их одной из самых притягательных точек для туристов не только России, но и всего мира. Экономическое развитие, туристический потенциал региона обсудили на совещании в комплексе Минвода Экспо министр экономического развития страны Максим Решетников и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Решетников отметил, что развитие курортной инфраструктуры – одна из ключевых задач региона. За прошлый год турпоток значительно увеличился. Экономический туризм здесь – это ключевая точка роста экономики. Здесь основа – это, конечно, бальнеологические курорты. Именно они обеспечивают растущий турпоток. И вот по цифрам за 11 месяцев прошлого года число туристических поездок в Ставропольский край выросло на 40%. Понимаем, что экономический потенциал здесь существенно выше. Здесь большие возможности и для развития, ну, в первую очередь, конечно, санторно-курортного сектора. И инвесторы сюда хотят заходить. И причем очень важно, что инвесторы и федеральные, но очень большой поток инвестиций идет изнутри региона. Губернатор Владимир Владимиров в свою очередь отметил, что турпоток на курортах Ставрополья по сравнению с началом 90-х годов увеличился в несколько раз. И сейчас составляет более 9 миллионов туристов в год. А к 2035-му, по данным Росстата, прогнозируется увеличение до уровня 16 миллионов человек. В связи с этим в крае возникает необходимость увеличить количество мест размещения до 88 тысяч. Владимиров подчеркнул, в крае уже разработан комплексный план развития Кавминвода 2030 года. Некоторые проекты начнут реализовывать уже в ближайшее время. Благодарен за ваше непосредственное участие в развитии Кавказа Минеральных Водов за прошлый год. Благодаря программе развития Кавказа Минеральных Водов, программе развития города Курортский Словодск, мы направили в целом в Кавказские Минеральные Воды только по программе Министерства экономического развития порядка 7 миллиардов рублей. Это инфраструктура, первое направление. Это оздоровление наших зон для посещения туристов, для развития. Инвестиционный потенциал городов-курортов на Ставрополе превышает полтора триллиона рублей. Владимиров отметил, что уже заключено 154 соглашения по реализации инвестиционных проектов на общую сумму 428 миллиардов рублей. Губернатор поблагодарил Федеральное Министерство за помощь в организации Кавказской инвестиционной выставки. Максим Решетников подчеркнул, что это был очень успешный опыт для развития экономики региона. Конечно, нам крайне важно проведение Кавказского инвестиционного форума. Здесь мы рассматриваем площадку Кавмин Воды, вот то место, где мы сейчас находимся, как такое основное экспоцентр, который действительно собирает весь Кавказ. У нас прошлый опыт в прошлом году, мне кажется, тут все было крайне успешно, по крайней мере, все участники и регионы, инвесторы. Да, честно говоря, и мы оказались довольны и уровнем, и глубиной дискуссии, и, ну и главное, довольны все. Также на совещании обсудили ряд вопросов по модернизации объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры городов КМВ. Всего, по словам Владимира Владимирова, работы пройдут почти на 100 точках. А продолжают следить за развитием Кавказских минеральных вод Богдан Решетников и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. На этой неделе отмечают День детских изобретений. На Ставрополе работает множество центров дополнительного образования. Один из таких – Кванториум в Невиномысске. Юные дарования представили свои изобретения. Как VR-технологии помогают в обучении электриков и как помогут нанокомпозиты при утечке газа. За ответами отправился Илья Белозеров. Детские изобретения меняют мир. Сложно представить, что снегоход и зубную щетку для космонавтов придумали подростки. В День детских изобретений школьники из Невиномыска тоже представили свои разработки. На данный момент активно развивается, по крайней мере в России, активно развивается сфера VR-обучения. И в VR-обучении есть несколько проблем. Именно это первое – долгое время разработки. А второе – то, что компания, которая заказывает тренажер, сталкивается с рядом сдержек. То есть, если надо что-то поменять в тренажере или еще что-то сделать, то, как правило, им нужно доплачивать неплохую сумму за изменения. Мы же создали конструктор, который позволяет заказчику самому создать приложение без каких-либо дополнительных издержек. Ученики сократили скорость разработки и внесение изменений в конструктор. Теперь заказчик вместо нескольких часов или дней будет тратить около 15 минут. Представили также разработки и в области химии. Придя сюда, стало интересно, что такое нано-композит. С самого начала меня привлекал он, и было интересно, как он создается. И создав нано-композит, я начала думать, где бы его применить. Сперва у меня была оптическая область применения, где он показал отличные результаты. Аделина создала солнцезащитный крем с применением нано-композита, но на этом не остановилась. Внимание привлекло газовые сенсоры, так как они везде, это незаменимая часть, не то что предприятий, но и жилых домов, садиков и всех, в принципе, помещений, где может произойти какой-то пожар или могут быть какие-то токсичные газы. В составе вещества оксицинка и серебро. Такой нано-композит уже успешно протестировали. Конечно, бывает, что амбиций больше, чем знаний, поэтому детям помогают опытные наставники. Наставники помогают разобраться с тем или иным вопросом, также могут направить, где что-либо почитать. Если есть в рамках образовательного процесса в Кванториуме, есть темы, которые необходимы ребенку, то он их проходит. Если такого не предусмотрено нашей программой, мы, как более опытные специалисты, мы можем подсказать, где что, в какую сторону нужно покопать и, в принципе, проконсультировать в тех или иных вопросах. Кванториум – это технопарк, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Его создали как раз, чтобы поддерживать детей в начинаниях. Проект на Ставрополе реализовали при поддержке правительства региона. Детские пытливые умы, они дают очень интересные идеи, наверное, потому что у них еще нет каких-то установок, что что-то не получится. Они смелые в своих идеях, тоже в силу того же, что они еще не знают, что что-то может не получиться. И наша задача, как педагогов, как наставников, конечно, поддержать наших ребят, дать им возможность ошибаться где-то, да, потому что ошибка – это тоже результат. Достигать результатов и смело двигаться вперед. Опознакомились с юными изобретателями Илья Белозеров и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Пять новых остановок обустроили в Ставрополе. Благоприятная погода позволила дорожникам проводить работы даже зимой. Остановки установили после обращения граждан. Теперь жителям улиц Лермонтова, Щипакина, Руставеля и Лапырина будет удобнее добираться на учебу и работу. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В 2024 году планируют открыть еще две точки роста. В школах поселка Красный Маныч и села Кенжи-Кулак. Центры будут работать по естественно-научным направлениям, рассказали в Министерстве образования Ставрополья. В учреждения закупят современное оборудование и цифровую технику. Работы проведут по госпрограмме развития образования. В городе Зеленокумске благоустроят сквер на улице Советской. Реконструируют старый фонтан, проложат дорожки из тротуарной плитки, установят скамейки и урны. А также отремонтируют освещение, сообщили в региональном Миндоре. В сквере обустроят спортивную детскую площадки с игровым комплексом. Реконструкцию проводят благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды. В Минеральных водах разрабатывают проект реконструкции системы водоотведения, чтобы увеличить производительность очистных сооружений вдвое. Для проведения работ Ставрополь-Крайводоканал уже заключил договор с подрядчиком, сообщили в Министерстве ЖКХ Ставрополья. Реконструкцию проведут за счет средств из краевого бюджета. К этому часу это все. Еще больше интересных новостей вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv или в социальных сетях. Также у нас работает номер для ваших обращений 8 928 350 80 70. В студии был Роман Выстроп. Я с вами прощаюсь. Наш эфир продолжит прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз волшебной погоды на пятницу 19 января. Почему волшебной? А вот почему. Центральные территории края. Тепло, как будто не январь вообще. Ставра по изобилиям плюс 7. Пасмурный. Ветер 2 метра в секунду и без осадков. Невиномыск плюс 5. Минеральные воды плюс 3. Световой день 9 часов 15 минут. На Кахминводах вообще весна. В Кисловодске и в Есентуках плюс 10. В Пятигорске плюс 9. И всего лишь плюс 6 в Железноводске. На курортах также пасмурно и без осадков. А ветер всего 2 метра в секунду. Северо-восток Ставрополье. Прохладно, но тоже не зимняя погода. В Нефтекумске и Буденновске плюс 4. Пасмурно и без осадков. Ветер 2 метра в секунду. В Ипатово и Дивино. Ветер посильнее 6 метров в секунду. А днем плюс 3. И будет также пасмурно и также без осадков. На сегодня о погоде все. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан.